Всем большущий привет! Сегодня хочу показать вам, как набить смазкой вот такие вот подшипники закрытого типа. Есть они с железной оправой с двух сторон, есть с пластиковой. Многие берут ножичком, поддевают, вскрывают вот этот пыльничек и уже запрессовывают туда смазку. Тем самым они повреждают заводскую вот эту вот запрессовочку и потом этот пыльник уже будет пропускать грязь. То есть по факту он не будет уже нормально сидеть, поэтому вскрывать ножичком это неправильно. Но если еще пластиковые как-то можно аккуратно вскрыть, то вот такие вот металлические оправки, металлические вот эти пыльники, их вскрыть без повреждения невозможно. Поэтому, друзья, я вам сегодня хочу показать и рассказать очень хороший способ, как без снятия вот этих вот пыльников заправить подшипники смазкой. Способ довольно простой, так что устраивайтесь поудобней, всем приятного просмотра. Для реализации этого способа мне понадобится обычный целлофановый пакет, смазка, термопистолет и самый главный ингредиент всего вот этого, что я буду сегодня делать, это синяя изолента. Сами знаете, без нее ничего не происходит, ничего не ремонтируется и ничего не делается. Итак, пожалуй, приступим. Взял я вот такой ламинат в качестве подложки и думаю показать вам именно на вот этом большом подшипнике, чтобы было видно, как же происходит набивка смазки именно подшипника большего диаметра. Так как у меня вот этот маленький, поэтому с большим будет довольно наглядно это видно. Но принцип тот же, что вот тут, что тут. Абсолютно одинаково. Итак, в первую очередь кладем подшипник на какую-то подложку, у меня это ламинат. И теперь нам нужно с вами закрыть вот это отверстие посередине. Его можно, конечно, закрыть какой-то пакетик сюда вставить, либо еще что-то, либо пластилином. Но я сделаю проще, возьму, залью его термоклеем и все, так будет намного проще. Потом просто термоклей выдавлю пальцем, он без проблем отсюда выдавится и не повредит подшипнику. Также для большего удобства я еще вставляю вот такую шайбочку в термоклей. Потом позже покажу, для чего это. Все, теперь ждем, когда термоклей застынет и приступаем к набивке подшипника. Итак, все, теперь вот сюда уже в это отверстие смазка у нас не попадет, то есть центральная. Для чего я наклеил вот эту шайбочку? Для того, чтобы можно было вот так вот вращать центральную вот эту вот втулочку. Далее, берем пакет и выдавливаем сюда немного смазки. Примерно вот так вот. Теперь смотрите внимательно. Берем подшипник вот этой стороной, кладем его аккуратненько на смазку. Затем пакетом вот так его обтягиваем хорошенько. И теперь изолентой нужно вот эту часть обмотать, чтобы смазка у нас не попала вот сюда, не вылезла. Прям плотненько обматываем. Хочу заметить, что нужна только синяя изолента. Другая изолента работать не будет. Это, конечно же, шутка. Все, видите, смазка здесь у нас. Ставим на стол и начинаем прижимать. И вот таким вот образом туда-сюда совершать вращательные движения. Пока из вот этих вот щелей внутренних не полезет смазка. Все, смазка вылезла. Подшипник набит смазкой. Вот как вы можете наблюдать. Теперь просто выдергиваем вот этот термоклей, вытираем все. И можно устанавливать подшипник на тот агрегат, для которого он предназначен. Вот, в принципе, и все. Теперь у нас получился полностью набитый смазкой подшипник. Сейчас я вам скажу, для чего это делать. Многие скажут, что с завода эти подшипники уже набиты смазкой. Друзья, я с вами полностью согласен, если на заводе не схалтурили и набили эти подшипники смазкой. Но зачастую бывает, либо на заводе совсем туда не положат смазки, либо сэкономят и положат очень мало смазки. Поэтому в скором времени подшипник выходит из строя. Я так предполагаю, что многие заводы специально это делают, для того, чтобы подшипники быстрее выходили из строя и у них покупали новые подшипники. Ну а на сегодня, друзья, у меня все. Спасибо большое за просмотр. Добра, удачи, успехов. Не забывай подписаться на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok